В Караганде продолжают сносить незаконные строения. Карагандинские власти и управляющие компанией Алем СОЗ уже три года не могут прийти к соглашению. Все дело в том, что чиновники отказывают продлевать договор аренды на земельные участки под газетные киоски, которые в шахтерской столице насчитывается 25. Кульминацией этого разбирательства стал снос газетного киоска на 45-м квартале. Этот киосок Алем СОЗ. В центре города он находится уже несколько лет. Вот только стоит торговая точка здесь. По словам чиновников, незаконно. Оказалось, эта земля находилась в аренде, но ее срок истек. В Акимате аренду продлевать не стали и попросили освободить территорию. Как это обычно бывает, владелец точки не согласился. Но суд все решил за него. Исполнить приговор и проконтролировать ликвидацию объекта приехали судебные исполнители и представители отдела земельных отношений. Руслан Акимбаев, представитель Алем СОЗ в полном негодовании. Вы поймите правильно. Если мы никому не мешаем, ничего не нарушаем, то аренда может продолжаться и продолжаться и продолжаться. И люди могут работать и работать и работать. Пока нет запрета ни на профессию, на реализацию, допустим, средств массовой информации. И нет какого-либо запрета на работу, например, на улицах по реализации чего бы то ни было. Вот, пожалуйста, там вот социальные павильоны. Вот эти социальные павильоны, их никто не трогает, потому что они Акимата. И мы все это прекрасно знаем. То есть, почему-то продавать, допустим, гнилую картошку, как бы, это можно. Это не проблема. Это не портит облик гордость. Это вообще не вызывает никаких вопросов. А заниматься, допустим, тем, чем мы занимаемся, теми же газетами, журналами, детским, там, еще каким-то товаром, как бы, это проблема. Я не понимаю. По словам судебных, исполнительный процесс сноса идет на законных основаниях. В настоящее время судебный исполнитель Казбибийского территориального отдела района Минказбиби, номер 2, Сартаев Данияр, производит у нас исполнительские действия по поиску ГУ земельных отношений к ТОО Алем-СОС по освобождению земельного участка и произвести сносы киоска с установленного земельного участка по адресу Бухаржирау 63, дробь 4. Сейчас, как вы сами видите, данные действия у нас производится уже третий день, потому что судебно-исполнителям всячески у нас воспрепятствуют. Продавец самого киоска забаррикадировала дверь и отказалась комментировать происходящее. Пришлось вызывать ЧАЭС, чтобы освободить помещение. Замок есть? Нет, замок, там замок будет. Сейчас я вам даю пик, и доберусь с боку. Да и другие продавцы близлежащих магазинов выразили свое недовольствие. Мы работаем в магазине Бибигуль, и нам этот киоск очень удобный. Мы ходим сюда, берем все, что нам нужно. Здесь и недорого, и нам удобно, например, нам это очень удобно. Снос газетных киосков – не самая главная проблема управляющего. Бывший владелец ТОО Алем-СОС Александр Золотарев требуется Кимбаева 20 миллионов тенге. Сам Акимбаев считает, что никаких денег он не должен Золотареву. Насчет 20 миллионов и долга, я, честно говоря, даже вообще не понимаю, куда эта цифра. По той причине, что изначально у нас с Золотаревым были коммерческие отношения, мы имели вместе общие деловые связи. Человек давал, допустим, какие-то деньги на общий бизнес, точно так же и я их давал. То есть он какие-то деньги, например, брал себе в работу, я их просто возвращал, вот и все. Прокомментировал ситуацию руководитель отдела земельных отношений Ирнарда Ребеков. В данном случае указанный киоск расположен на земельном участке, на который истек срок аренды, срок землепользования. Имеется решение суда об освобождении этого земельного участка. Назначено исполнительное производство. Это не касается конкретно этого киоска. Это касается вообще по всем киоскам, которые расположены под центральным улицем. То есть в настоящее время архитектурно-градостроительная ситуация города, она не позволяет размещения на центральных улицах киосков подобного типа. Так или иначе, газетный киосок был снесен и отправлен на склад. А что давайте? Вот здесь тоже, спрямо. Где? Спрямо. Амина Смакова, Боржан Алипов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский.